Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Константин Циолковский Константин Эдуардович Циолковский родился в сентябре 1857 года в селе Ижевском Рязанской губернии, где его отец служил лесничем. В 1879 году он сдал экстерном экзамены на звание учителя народного училища, а в 1880 году был назначен на должность учителя арифметики и геометрии в Боровское уездное училище Калужской губернии. Позже он перебрался в Калугу, где и прожил до самой смерти. Все свободное время Циолковский посвящал научным опытам. В начале 90-х годов у него возник интерес к летательным аппаратам тяжелее воздуха. В 91-м году выходит его работа к вопросу о летании посредством крыльев. А в 94-м появилась статья Циолковского «Аэроплан или птицеподобная авиационная летательная машина». В 900-м году, получив небольшое денежное пособие от Академии наук, он создал аэродинамическую трубу с аэродинамическими весами. К сожалению, результаты экспериментов Циолковского не были своевременно опубликованы и потому не оказали никакого влияния на развитие авиации. Многие закономерности, им впервые установленные, были обнаружены потом другими учеными. Главным образом, имя Циолковского связывается теперь с развитием теории реактивного движения, ракетодинамикой, основы которой он заложил. Первая его статья на эту тему «Исследование мировых пространств реактивными приборами» появилась в 903-м году в журнале «Научное обозрение». В этом труде Циолковский впервые в истории предложил использовать ракету для исследований космических пространств и межпланетных полетов. Он первый задумался над вопросами, каковы основные законы, управляющие движением ракеты, заметно меняющие в процессе полета свою массу. Как рассчитать скорость полета реактивного аппарата? Как выбраться на реактивном приборе за пределы атмосферы? Как преодолеть притяжение Земли? В этой же статье Циолковский впервые дал описание жидкостной ракеты, в которой горючим является жидкий водород, а окислителем — жидкий кислород. Позже Циолковский пришел к очень плодотворной идее многоступенчатых ракет, ракетных поездов и эскадрильи ракет в его терминологии. Он же заложил основы расчета полета этих ракет. В 1926 году Циолковский разработал теорию полета двухступенчатой ракеты с последовательным отделением ступеней, а в 1929 — общую теорию полета многоступенчатой ракеты. Но при всем увлечении Циолковского ракетодинамикой, ракета всегда оставалась для него только средством для преодоления земного притяжения и выхода в космос. Он много размышлял над теми проблемами, которые встретит человек, оказавшись в межпланетном пространстве и на других планетах, поэтому его с полным основанием можно считать также основоположником космонавтики. Многие предвидения Циолковского в этой области оказались чрезвычайно точными. Он, к примеру, красочно и очень верно описал ощущения, которые будет испытывать человек при старте ракеты и при выходе ее в космическое пространство, а также то, что он там увидит. Циолковский был твердо убежден, что выход человечества в космос совершенно неизбежен и что именно освоение космоса поможет решить многие современные проблемы землян. Не был чужд Циолковский и глобальным, общефилософским проблемам. Тайны бытия постоянно будоражили его пытливый ум. В разные годы из-под его пера выходят такие философские работы, как монизм Вселенной, причина космоса, образование Солнечной системы и споры о причине космоса, будущее Земли и человечества, прошлое Земли, современное состояние Земли, воля Вселенной, неизвестные разумные силы и другие. Все они полны догадок, предположений, желания проникнуть в царство неизвестности. Циолковского глубоко волновала тайна жизни, ее возникновение и распространение во Вселенной. «Невероятно», — писал он в «Причинах космоса», — «чтобы жизнь осенила единственную планету из множества подобных». Предвосхищая на четверть века Великое кольцо Ефремова, он писал, «Власть сознательных существ объединяется председателями планет, солнечных систем, звездных групп млечных путей, эфирных островов и т.д. Какая это могущественная сила, мы и представить себе не можем. Невероятно, чтобы она не имела влияния на жалкую земную жизнь». Пытаясь заглянуть в ближайшее будущее и обрисовать первые шаги человечества в космосе, Циолковский пишет очень любопытную фантастическую повесть «Вне Земли». Первые наброски к ней были сделаны уже в 1897 году, а окончательный текст увидел свет через 20 лет, 1918. Любознательный читатель найдет здесь бездну глубоких мыслей и множество правдивых, ярких, очень точных научно-технических описаний. Герои повести, шестеро гениальных ученых, француз, англичанин, немец, итальянец, американец и русский, строят в Гималаях космический реактивный корабль и отправляются на нем в межпланетное путешествие. Затем, под их руководством, на земной орбите начинается сооружение огромных космических станций. Большую роль на них должны были играть космические оранжереи, так как в космосе можно собирать более значительные урожаи, чем на Земле. Кроме того, Циолковский считал, что обилие дешевой солнечной энергии позволит человеку переместить в космос многие промышленные предприятия. «Тысячи ракет выгружали на небесах свой материал, спускались опять на Землю, нагружались там вновь и возвращались обратно», — пишет он в своей повести. «Часть их оставалась постоянно вне Земли, так как они служили жилищем для строителей, хотя и были всегда готовы для спуска на родную планету. К первой колонии скоро присоединилась другая, третья и так далее. Через несколько лет их стало очень много. Они сообщаются между собой свободными проходами, но с герметически закрывающимися люками, чтобы в случае порчи оболочки какой-либо оранжереи или ее разрушения болидом, газ не ушел сразу из многих отделений. Соединение оранжерей уменьшает утечку газов, обогащает жизнь колоний и дает им больше радости, так как жители одной могут посещать колонистов всех других оранжерей. Несколько сотен колоний составляют новую высшую единицу. Каждая колония дает несколько лучших людей, управляющих по очереди своим населением. Часть избранных от каждой колонии отправляется для соединения с другими такими же. Они составляют население высшей оранжереи с управлением, подобным описанному. Но там все совершеннее, выше, строже, в нравственном отношении. Идеи Циолковского намного обогнали свое время. Современники не понимали его работ. Правительство не спешило оказать ему материальную поддержку. В старости ученый с горечью писал, «Тяжело работать в одиночку многие годы при неблагоприятных условиях и не видеть ниоткуда ни просвета, ни поддержки». И в самом деле исследования его протекали в очень тяжелых условиях. Мизерное жалование, большая семья, тесная и неудобная квартира, постоянная нужда, насмешки обывателей — все это сопутствовало Циолковскому на протяжении всей его жизни. Многие из своей книги Циолковскому пришлось публиковать за свой счет и бесплатно рассылать их по библиотекам. Время после 1917 года оказалось для него еще более трудным. Голод, холод, огромные материальные трудности. Циолковский испытал все это вместе с миллионами других русских людей. Но он чутко улавливал перемены, происходившие в жизни после Октябрьской революции. Эти перемены настраивали его на оптимистический лад. И действительно, в 20-е годы заметно возрос интерес к работам Циолковского. Его избирают членом различных научных обществ. В 21-м году постановлением Совнаркома Циолковскому была назначена персональная пенсия. После этого он смог оставить преподавание в школе и всецело сосредоточиться на научной деятельности. Начали переиздаваться старые его работы и печататься новые. С 25-го по 32-й годы было опубликовано 60 работ Циолковского. Имя его в это время делается широко известным как в нашей стране, так и за рубежом. Но особенно приятно было Циолковскому, что дело его нашло последователей. В Москве и Ленинграде создаются группы по изучению реактивного движения «ГИРДЫ», поддерживавшие тесную связь с Циолковским. Умер Циолковский в сентябре 1935 года. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены.